Музыка из киноленты «Зимний вечер в Гаграх» звучит в Нижнем Новгороде, «Вечер весенний». Киноцентр «Рекорд» открывает фестиваль «Мосфильм-90». Режиссер и генеральный директор концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров привез к нам самые знаковые картины крупнейшей кинофабрики Советского Союза и России. Правда, все они были сняты в далеком прошлом. А чем живет «Мосфильм» сегодня, нам рассказал сам мэтр отечественного кинематографа. Ну, вы знаете, честно говоря, «Мосфильм» последние 20 лет не получает никаких средств от государства, мы не бюджетных, и, слава богу, справляемся. Нам удалось модернизировать студию, нужно сказать, с точки зрения технологий «Мосфильм» сегодня не выступает ни одной студии в мире. Наш основной, если можно так выразиться, бизнес – это телевидение. Мы работаем там 70% того, с чем мы работаем, это телевизионная продукция. Ждать от «Мосфильма» прежних картин не стоит, будущее за сериалами. Правда, и они сегодня не те, что были раньше. Как говорит сам Шахназаров, теперь это многосерийные художественные фильмы, с сильной драматургией, известными артистами и большим бюджетом. Понятно, что телевидение в России очень бурно развивается, им очень много надо сериалов, и они, надо сказать, все больше вкладывают в это дело, и сериалы, надо сказать, делают уже очень такие масштабные, с декорациями, то есть серьезные. Это не просто мыльные оперы, и я думаю, в этом направлении будет и дальше идти, но я в этом не вижу ничего предусудительного. Когда нам ждать ваш сериал? Мой? Ну не знаю, мне предлагают сейчас сделать большой сериал, но я так, не знаю, возьмусь я за это. Я никогда не делал. Большой кинофестиваль для провинции – это роскошь. К счастью, в этом году все звезды сошлись. Мосфильм по всему миру отмечает 90-летний юбилей, и в России этот год объявлен Годом культуры. В кинофестивале, любой кинофестиваль – это привлечение внимания к искусству кино, к состоянию отрасли кино, к идеологии, которую исповедует кино, к состоянию общества нашего. Ведь кино – это же как зеркало, оно отражает все процессы происходящего в общество. Конечно, эти фестивали нужны. Нижегородцы также смогут посмотреть лучшие советские фильмы для детей. Детское советское кино и сегодня остается востребованным во всем мире, а в России равных ему пока нет. Как говорит сам Карен Шахназаров, снимать некому. Мария Ульянова, Елена Фролова, Михаил Городников. Объективно.